Ликвидировать дорогостоящий паркетный пол и провести прямую линию связи с пожарными. Такие требования Магнитогорского пожнодзора даже сами огнеборцы называют немыслимыми. А в Котах Ивановске и того интереснее. Инспекторы решили взяться за просвещение учителей. Педагогов заставляют проходить противопожарные курсы. Ехать за знаниями нужно в Челябинск, при этом не бесплатно. Школу безопасности оценили в тысячу на каждого. Таких перегибов по области хоть отбавляй. Пожнодзор даже приостановил работу 11 школ. Ну например в Челябинском районе, вот у него приостановлены 4 школы у Виктора Григорьевича. Все эти школы малокомплектные, в которых обучается от 5 до 10 учеников. Единственное требование госпожнодзора, чтобы там была автоматическая пожарная сигнализация. Автоматическая пожарная сигнализация Виктором Григорьевичем сделана, но она на батарейках. Госпожнодзор не принимает это и вот подал в суд. Губернатор сегодня вновь обрушился с критикой на придирчивых надзирателей из пожарных. Никто не отменяет требования по безопасности, заявил Сумин, но не нужно доходить до абсурда, как это было недавно в Троицке. Тогда детский интернат хотели закрыть из-за того, что коридоры узковаты. Сегодня школа 30-40 лет работает и еще может столько же работать. Нет, надо поднять косяк, проем поднять на 10 сантиметров или еще чего. Знаем мы требования Михаила Ивановича, они не сегодня родились, и тоже надо договариваться. Впрочем, главам районов Сумин тоже посоветовал не расслабляться, а если где не доглядели, исправить в кратчайшие сроки. Главам посоветовали и более активно взяться за школьные кадры. А то какой район не возьми, учить английскому и немецкому детей просто некому. До сих пор не удается заполнить 100 вакантных мест.